В Плёсе открылся четвёртый международный пленэр «Зелёный шум». Сюда приехали 14 художников-пейзажистов из Голландии, Белоруссии и России, чтобы на протяжении двух недель шлифовать своё мастерство, общаться и обмениваться опытом. Обычно на пленэр «Зелёный шум» приглашают иностранных художников из одной страны. Но в этом году из-за политической обстановки организаторам пришлось поступить иначе. Когда говорят музы, пушки молчат. Это не мной сказано. И мы лишний раз убедились в том, что сила желания художников творить превалировала над всей этой сложной политической обстановкой. И пленэр состоялся. Он был задуман как только российско-голландский пленэр. Но в силу разных обстоятельств нам пришлось пригласить ещё художников из третьей страны, из Беларуси. Большинство художников никогда не были в Плёсе и видят его красоты впервые. Свои впечатления они и отразят на холсте. Каждый из участников подарит одну из созданных здесь картин Плёскому музею пейзажа. Открытие пленэра началось с подарков. Голландские художники приехали в Плёск не с пустыми руками. Они привезли картины. Благодаря пленэру коллекция единственного в России музея пейзажа всё время пополняется работами современных авторов. Мы надеемся, что вот этот пленэр, он принесёт нам что-то особенное. Если возвращаться к истории зелёного шума, то в прошлом году итальянцы при 14 днях практически проливных дождей показали нам совершенно другой плёс. Плёс ночной, плёс дождливый, плёс отражающийся в лужах, которого мы сами никогда не видели. Мы привыкли, что в сентябре это золотая осень. Что покажут эти две недели, мы узнаем на итоговой выставке. Завершится пленэр 28 сентября. На память каждый участник увезёт из пёса сувенир – палитру, которая стала символом пленэра «Зелёный шум». По традиции художники должны оставить на ней автографы с золотым маркером. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова